В Беларуси уже в этом году планируется запустить первый наноспутник, как сообщил директор геоинформационных систем Академии наук Сергей Золотой. Аппарат создан на базе БГУ. Он гораздо меньше по габаритам, чем обычный и в разы дешевле. Сейчас рассматриваются предложенные площадки для запуска. В проекте заинтересованы и специалисты космодрома Байконур. У нас спутник разрешения 2 метра. Он весит порядка 750 килограмм. Камера весит 100 килограмм. Но это промышленный аппарат, который дает большой информационный поток для того, чтобы решать. Теперь вот смотрите, если сегодня такого класса аппарат может быть сделан в размерах порядка 50-60 килограмм. Стоимость такого маленького спутника, она на порядок меньше, чем спутника большого. И одна из концепций в Европе, если их делать маленькие дешевые спутники, да, они будут жить, допустим, от трех месяцев до года. На пресс-конференции, посвященной Дню космонавтики, также отметили, что к 2019 году уже будет готов совместный российско-белорусский аппарат высокого разрешения до 0,5 метра. Его планируют запустить в ближайший год после сборки.